Я волшебник Маскара богатый. Русская сказка. Жил-проживал кузенька, один-одинешенек в темном лесу. У него был худой домишко, да один петушок, да пять курочек. К этому кузеньке повадилась ходить лисичка. Пошел раз на охоту, и только из дому, а лисичка тут как тут. Вот, прибежала, заколола одну курочку, и сжарила, и скушала. Воротился кузенька, хватит, нет курочки. И думает, верно, коршун утащил. На другой день пошел опять на охоту. Попадается ему навстречу лисичка и спрашивает. Куда, кузенька, идешь? На охоту, лисичка. Ну, прощай. И тотчас же побежала к нему в избу, заколола курочку, и сжарила, и скушала. Пришел домой кузенька, хватит, нету. Пала ему в догадку. Уж не лисичка ли кушает моих курочек? Вот на третий день он крепко-накрепко заколотил у себя в избе окна и двери, А сам пустился на промысел. Неоткуль взялась лисичка и спрашивает. Куда идешь, кузенька? На охоту, лисичка. Лисичка тут же побежала к дому кузеньке, А он поворотил, да вслед за нею. Прибежала лисичка, обошла кругом избу, Видит, окна и двери заколочены, крепко-накрепко. Как в избу попасть? Взяла, да и спустилась в трубу. Тут кузенька и поймал лисичку. Ба, говорит, вот какой ворка мне жалует. Постой-ка, сударушка, я теперь тебя живу, из рук не выпущу. Лисичка стала просить кузеньку. Не убивай меня, я тебе сделаю козьмой скоробогатым, Только и сжарь для меня одну курочку с маслечком пожирнее. Кузенька согласился, А лисонька, накушавшись такого жирного обеда, Побежала на царские заповедные луга И стала на тех заповедных лугах кататься. Бежит волк и говорит, Эх ты, проклятая лиса, Где так жирно обтрескалась? Ах, любезный волчок-куманек, Ведь я была у царя на перу, Мне что тебя, куманек, не звали. А нас там было всяких разных зверей, Кунит, соболей, видимо-невидимо. Волк и просит, Лисонька, не сведешь ли и меня к царю на обед? Лисичка обещалась и велела собрать Сорок сороков серых волков И привезти с собой. Волк согнал сорок сороков серых волков, Лиса повела их к царю. Как привела, Сейчас же вошла в белокаменные палаты И поклонилась царю сороком сороков серых волков От козьмы Скоробогатого. Царь весьма тому обрадовался, Приказал всех волков загнать в ограду И запереть на крепках. А лисичка бросилась к кузеньке, Прибежала, Велела зажарить еще одну курочку, Пообедала сытно И пустилась на заповедные луга, И стала кататься по траве. Бежит мимо медведь, Увидал лисоньку и говорит, «Эх, ведь ты, проклятая хвостомеля, Как обтрескалась!» Она и отвечает, «Я была у царя в гостях, Нас там было, Всяких разных зверей, Куниц, соболей, Видимо-невидимо, Да и теперь еще остались, Перуют волки. Ты знаешь, Любезный куманек, Какие они объедалы, По сию пору все объедают!» Мишка и просит, «Лисонька, Не сведешь ли и меня На царский обед?» Лисичка согласилась И велела ему собрать Сорок сороков черных медведей. «Для одного тебя, царяде, И беспокоиться не захочет!» Мишка собрал сорок сороков Черных медведей, Лиса повела их царю, Привела и поклонилась ему Сороком сороков черных медведей От козьмы скоробогатого. Царь тому и рад, Приказал загнать их И запереть накрепко. А лисичка отправилась к кузеньке, Прибежала и велела Зажарить последнюю курочку С петушком. Кузенька не пожалел, Зажарил ей последнюю курочку С петушком. Лисичка скушала на здоровье И пустилась на заповедные луга И стала валяться по зеленой траве. Бежит мимо соболь с куницей И спрашивает, «Эка ты, лукавая лиса, Где так жирно накушалась?» «Ах вы, соболь и куница! Я у царя в превеликом почете! У него нынче пир И обед на всяких зверей! Я что-то породела, Так много жирного поела! А что зверей на обеде-то было, Видимо, невидимо! Только вас там и не доставало! Вы сами знаете волков, Как они завистливы! Будто сроду жирного не едали, А сию пору трескают у царя! А про косолапого мишку И говорить нечего! Он потуль ест, Что чуть дышит!» Соболи куница стали лису упрашивать, «Кумушка, сведи ты нас к царю! Мы хоть посмотрим!» Лиса согласилась И велела им согнать к себе Сорок сороков соболей и куниц Согнали! Лиса привела их во дворец И поклонилась царю Сороком сороков соболей и куниц От Казьмы Скоробогатого Царь не может надевиться Богатству Казьмы Скоробогатого И с радостью принял дар И приказал всех зверей перебить И поснимать с них шкуры На другой день Лисичка опять прибежала к царю И говорит «Ваше царское величество! Казьма Скоробогатый Приказал тебе низко кланяться И попросил пудовки Нужно размеривать серебряные деньги Свои-то пудовки все Запростаны у него золотом» Царь без отказу Дал лисе пудовку Она побежала к кузеньке И велела мерить пудовкой песок Чтоб высветлить у ней бочок Как высветлила Она заткнула в зауторы Сколько-то мелких денег И понесла назад царю Пришла и стала сватать у него Прекрасную царевну За Казьму Скоробогатого Царь не отказывает Велит Казьме Совсем изготовиться И приезжать Поехал кузенька к царю А лисичка забежала вперед И подрядила работников Подпалить мостик Кузенька только что Въехал на мостик Мостик вместе с ним И рушился в воду Лисичка стала кричать «Ах ты! Пропал Казьма Скоробогатый!» Царь услышал И тотчас же послал людей Перехватить Казьму Вот они перехватили его Переодели в нарядное платье И привели к царю Обвенчался он на царевне И живет у царя Неделю и две «Ну!» Говорит царь «Пойдем теперь, любезный зять К тебе в гости Казьме делать нечего Надо собираться Запрягли лошадей И поехали А лисичка отправилась вперед Бежала-бежала Глядит Пастухи пасут стадо овец Она спрашивает их «Пастухи, пастухи! Чье стадо пасете?» Пастухи отвечают «Стадо царя Змеулана!» Лисичка начала их учить «Сказывайте всем, что это стадо Казьмы Скоробогатого А не Змеулана царя А то едут царь огонь Да царица-маланьица Коли не скажете им, что это стадо Казьмы Скоробогатого Они всех вас и с овцами-то сожгут И спалят» Пастухи видят, что дело неминучее Надо слушаться И обещают со всякому Сказывать про Казьму Скоробогатого Как лиса учила А лисичка пустилась вперед Видит, пастухи стерегут свиней И спрашивает «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» «Царя Змеулана!» «Сказывайте, что стадо Это Казьмы Скоробогатого А то едут царь огонь И царица-маланьица Они всех вас сожгут и спалят Коли станете поминать царя Змеулана» Пастухи согласились Лиса опять побежала вперед Добегает до коровьего стада Царя Змеулана Потом до конского стада И велит пастухам Сказывать, что эти стада Казьмы Скоробогатого А о царе же Змеулане Ничего не говорить Добегает лиса И до стада верблюжьего «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» «Царя Змеулана!» Лиса строго запретила Сказывать о царе Змеулане А велела говорить Что это стадо Казьмы Скоробогатого А тот царь огонь И царица-маланьица Сожгут и спалят все стадо Лисонька опять побежала вперед Прибегает в царство Змеулана И прямо в белокаменные палаты «Что скажешь, Лисонька?» «Ну, царь Змеулан Теперь-то надо скоро-на-скоро спрятаться Едет грозный царь огонь И царица-маланьица Все жгут и палят Стада твои и с пастухами прижгли Сначала овечья, потом свиное А тут коровье и конское Я не стала мешкать Пустилась к тебе сказать И чуть от дыма не задохнулась Царь Змеулан закручинился, запечалился Ах, Лисонька, куда же я подеваюсь? Есть в твоем саду старый заповедный дуб Середина вся выгнила Беги и схоронись, дупло Пока они мимо не проедут Царь Змеулан вмиг собрался И по сказанному, как по писанному Сделал так, как лиса научила А Казьма Скоробогатый едет себе Доедет с женой и тестем Доезжают они до стада овечьего Молодая княгиня и спрашивает Пастушки, пастушки, чье стадо посете? Казьмы Скоробогатого Отвечают пастухи Царь тому и рад Ну, любезный зять Много же у тебя овец Едут они дальше Доезжают до стада свиного Пастушки, пастушки, спрашивает Молодая княгиня Чье стадо посете? Казьмы Скоробогатого Ну, любезный зять Много же у тебя свиней Едут они все дальше и дальше Тут пасется стадо коров Там конская А там и верблюжья Спросят у пастухов Чье стадо посете? Они, знай, отвечают Казьмы Скоробогатого Вот приехали к царскому дворцу Лисонька встречает И вводит их в палаты белокаменные Царь вошел и задивился Столь хорошо было убрано Давай пировать Пить, есть и веселиться Живут они день Живут и неделю Ну, кузенька Говорит лиса Перестань гулять Надо дело исправлять Ступай с тестем в зеленый сад В том саду стоит старый дуб А в том дубе сидит царь Змеулан От вас спрятался Расстреляйте дерево на мелкие части Тогда кузенька по сказанному Как по писаному пошел вместе с тестем В зеленый сад И стали они в тот дуб стрелять И убили царя Змеулана до смерти Казьма Скоробогатый Воссорился в том царстве И стал он царевную жить да поживать И теперь живут, хлеб жуют Лисоньку всякий день Угощали они курочками А она до тех пор у них гостила Да куда всех кур не испакостила Вот и сказочки конец А кто слушал, молодец